МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вытащить людей из трущок Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Уйти за грибами и не вернуться, как не заблудиться в лесу? От моста на Музруково до плотины, что думают саровчане об объединении набережных правого берега реки Сатис. Далее расскажем обо всем подробно. О бюджете страны на ближайшие годы и мерах поддержки граждан Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. О том, какие задачи поставил правительство президент, расскажем в следующем репортаже. Поддержка семьи с детьми, рост пенсии и доходов граждан. Накануне президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Главной темой обсуждения стал бюджет страны на три года. Нужно в полной мере реализовать потенциал федерального бюджета на ближайшую трехлетку, как бюджета развития, именно как бюджета развития, как мощного инструмента для достижения национальных целей в области экономики, в целом инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышения доходов граждан. В текущем году мы существенно увеличили бюджетные расходы на эти цели, и в ближайшие годы они также будут расти. На совещании Владимир Путин поставил задачу сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы будущая мама могла получать выплаты и пособия, начиная с беременности и до окончания ребенком школы. В этом году предложил несколько новых мер на этот счет, включая пособия нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребенком до 8 лет в размере среднего заработка, а также пособия на ребенка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель. Либо если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда. Отдельно президент коснулся вопроса повышения довольствия сотрудников правоохранительных органов. По его словам, в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти на 9% в год. В 2023 году всем военностужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно. Также Владимир Путин призвал ускорить расселение аварийного жилья. В планах запустить новую программу, в которую войдут дома, которые признали аварийными на январь 2021 года. Мероприятия, посвященные Дню работника атомной промышленности, состоялись в Сарове. На торжественной церемонии в Музее ядерного оружия сотрудникам ядерного центра вручили ведомственные награды, а также награды Нижегородской области и РФИА Цвнеев. Сегодня в этом зале собрались те люди, которые отмечены различного рода наградами. Я хочу вас сердечно поблагодарить за ваш труд, за вашу настойчивость, за вашу твердую поступательную решимость достижения и поставленную задачу, потому что именно вы на сегодняшний день и все российского федерального ядерного центра. На праздничном вечере в Центре культуры и досуга сотрудников и ветеранов ядерного центра поздравили председатель городской думы Антон Ульянов, председатель Совета ветеранов РФИА Цвнеев Василий Чернышев, заместитель председателя СМУИС Дмитрий Рудаков и глава города Алексей Сафонов. Дело, которое вы выбрали в своей жизни, сложное, но интересное. Атомная отрасль важна не только для нашего города, она важна для всей страны. Это развитие науки, развитие медицины, развитие, по большому счету, это будущее человечества. Дорогие ветераны, действующие сотрудники, будущие сотрудники, огромное спасибо вам за ваш труд и поздравляю вас с вашим, с нашим праздником. Завершился праздник концертом с участием артистов из Москвы. Вопрос совершенствования межбюджетных отношений в Нижегородской области, а также меры социальной поддержки ветеранов, обсудили народные избранники на очередном межведомственном заседании рабочей группы. Подробности расскажем в следующем репортаже. Около 11 тысяч ветеранов Сарова, чей доход выше 24 тысяч 662 рублей, уже больше трех лет не получает ряд льгот. Это ежемесячная денежная выплата в размере 627 рублей и ежемесячная денежная компенсация 50% плата за жилое помещение в пределах социальной нормы. Выплаты отменили после внесения поправок в законе Нижегородской области о мерах социальной поддержки ветеранов в 2017 году. Сейчас вот и создана комиссия, сейчас городская администрация и Дума. Сейчас вот мы работаем над этим вопросом. Что получится, видите, мы уже провели ряд заседаний, вырабатываем стратегию поведения. Я думаю, что результат в любом случае какой-то будет. Надеемся, что он будет положительный. Особо остро эта проблема коснулась ветеранов атомной промышленности. Вопрос пытались решить еще в 2018 году, направив обращение в область, но получили отказ. Однако отступать никто не намерен. На заседании межведомственной рабочей группы народные избранники вновь встретились, чтобы обсудить стратегию дальнейших действий по возвращению социальных льгот. Мы выступили с инициативой, с нашим предложением, как для саровских пенсионеров увеличить это количество пенсионеров, которые могут получать эти льготы. Объясняем мы это тем, что мы функционируем наш город в режиме безопасного функционирования. Конкретные предложения по решению этого вопроса согласованной с правительством области депутаты планируют выработать за полгода. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с гибелью сельскохозяйственных культур из-за засухи ввел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Минсельхозпроди региона сообщили, что в настоящее время специалисты обследуют посевы для уточнения пострадавших площадей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области началась массовая рассылка уведомлений об уплате имущественных налогов за 2020 год. Уведомления направили всем владельцам налогооблагаемого имущества, такого как квартира, дом, земля, гараж, машина-место, автомобиль и так далее. Пользователям личного кабинета налогоплательщика уведомления придут в электронном виде. Остальным гражданам их отправили в бумажном виде почты по адресу регистрации. Уплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря. Подробную информацию можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра 8 800 222 2222. Горячую линию психологической службы для родителей запустили в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Проект создан при поддержке Министерства просвещения РФ. Адаптация в школе или детском саду, буллинг, интернет-зависимость, девиантное поведение, профориентация, ребенок в приемной семье, воспитание детей с ОВЗ и инвалидностью. Специалисты готовы проконсультировать на любую из этих тем. Телефон горячей линии 8 800 631 14. Грибной сезон в самом разгаре. В прошлом году помощь Нижегородского поискового центра «Рысь» понадобилась 126 грибникам. Девять из них так и не вернулись домой. О том, как правильно подготовиться к походу в лес и что делать, если вы все-таки заблудились, расскажем далее. Завела меня тропинка. Наконец-то на улице стало хоть немного распогаживаться и солнце выглянулось за туч. А это значит, что сейчас многие отправятся на поиски подберезовиков, подосиновиков, лисичек и так далее. Но главное быть осторожным и, набрав таки полное лукошко, найти дорогу домой. О своей безопасности нужно позаботиться еще до того, как вы решите отправиться за грибами. Важна правильная экипировка. Рекомендуют надеть что-то яркое, ветровку, либо жилет. Также в одежде приветствуются светоотражающие элементы. С собой важно взять небольшой перекус и воду. В походном рюкзаке или сумке лишними не будут спички и нож. Лучше бы освоить какую-то программу навигации, то есть какой-то навигатор. Для чего? Зашли в лес, включили себе либо трек, либо что-то еще, положили телефон в карман и пошли спокойно. Находились, нагулялись, телефон достали, посмотрели в какую сторону, сориентировались, спокойно вышли. Но не все, да, бабушки, дедушки, навигаторы у нас устанавливать себе не будут и освоить их они не смогут. Важно предупредить кого-то из знакомых, куда и на какое время вы отправляетесь. Если вы поняли, что все-таки заблудились, очень важно успокоить себя, не паниковать и оставаться на месте. Нужно проверить сотовую связь и если она ловит, то позвонить родственникам и по номеру 112. Набраться терпения и ждать помощи. Работа на месте начинается со сбора информации в основном. Если это грибники и ягодники, то опрос либо местных жителей, либо родственников, куда человек любит ходить, то есть где его места. Проверяем эти места. Также работа начинается с проверки линейных ориентиров. То есть это лесные дороги, тропинки, просчики, линии электропередач. Эти ориентиры служат маяком и для потерявшегося человека, поскольку рано или поздно выведут к населенным пунктам. Поисковые группы отправляют на эти ориентиры и они зовут человека по имени Громко и Четко. Мужчин зовут женскими голосами, а женщин мужскими. Для того, чтобы не спутать отклик заблудившегося с другой группой, что ведет поиск неподалеку. Хочется сначала начать с развеяния такого мифа, который у людей из головы никак не выйдет. Если человек пропал, будь то грибник, лесник, либо просто в городе что-то, что бы ни случилось. Человек пропал, человека нет. Не надо ждать трех дней. Сидит это в головах у людей упор, но трех дней ждать не надо. Если человек не вышел на связь 20 минут, 30 минут от установленного договоренного времени, можно идти и писать заявление в полицию. И его обязаны принять, и его примут. Также очень важно прибывшим спасателям дать как можно больше информации о возможном местонахождении пострадавшего. Точная информация может спасти ему жизнь. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Пешеходная зона протяженностью более двух километров с местами для отдыха и красивыми видами вдали от городского шума. Все это возможно благодаря соединению набережных на Плотине и проспекте Музруково. Саровчане рассказали нашей съемочной группе, что думают об этом проекте. Подробности далее. Единое пешеходное пространство, которое должно объединить мост на проспекте Музруково и Плотину. Эту идею обсуждают давно. Недавно депутаты подняли ее на одном из заседаний думских комитетов. А как к объединению набережных относятся саровчане, спросим у них. Очень интересный вариант. Люди будут ходить, отдыхать, гулять. Нам нравится. Район стал очень красивый, привлекательный. Я бы не против. Мне кажется, наверное, лучше будет. Хотя я в том районе не хожу, не знаю. Но думаю, что новое не делается. Все к лучшему, наверное. Нравится. А что им нравится? Это красиво. И все хорошо. Все красивые идеи хорошие. Главное, что они до конца воплотились. Не знаю, даже не задумывался над этим вопросом. Выйти на пикник, подышать свежим воздухом. Не так, что везде, где машины одни ездят и где места нет чистого воздуха. А тут просто природа. Везде можно подышать. Общая протяженность набережной составит более двух километров. Также на ней появятся места для отдыха. Мы провели опрос в соцсетях, в котором приняли участие более тысячи человек. 57% респондентов поддержали идею. Люди на улицах ответили, что им также нравится проект. Результаты опросов мы отправим в администрацию города. Молодежное читательское объединение «Секрет Бук» возобновило свою работу в детской библиотеке имени Пушкина. Здесь встречаются ребята, для которых по-прежнему жива магия книги, которые любят читать и готовы обсуждать прочитанное с другими. Подробности в следующем репортаже. Для всех, кто любит читать. Молодежное читательское объединение любителей книг «Секрет Бук» возобновило работу в стенах детской библиотеки имени Пушкина. В клубе собираются ребята, которые неравнодушны к чтению. В «Секрет Бук» компании единомышленников за чашечкой чая можно поговорить о своих читательских предпочтениях, обсудить последнюю прочитанную книгу, подискутировать и обменяться мнениями. Цель этого объединения была очень простая. Попытаться объединиться людям читающим, у которых еще остался интерес к бумажной книге, с целью обсуждать прочитанное, делиться какими-то мнениями, находить себе, подбирать книжки новые по интересам, ну и в том числе просто общение. «Секрет Бук» появился на свет в 2014 году. Инициаторами его создания стали учащиеся с РФТИ. За это время сменилось два поколения книжного клуба. Сегодня читательское объединение возобновило свою работу благодаря студентке Елене Агаповой. Я узнала о нем в прошлом году еще, но у меня было мало времени, сейчас оно появилось и захотелось поучаствовать в нем. Я надеюсь, что мы будем обсуждать то, что прочитали, и либо читать что-то вместе одно и обсуждать, либо каждый будет рассказывать о своих каких-то интересных книгах, о том, что он узнал нового, чтобы заинтересовать окружающих. На первой встрече книжного клуба участники знакомились, обсуждали свои читательские вкусы, разговаривали о писателях и их художественной манере, размышляли о возможных темах и форматах следующих заседаний. Я ожидаю их новых впечатлений, нового взгляда на литературу, что-то новое для себя. Мне нравится художественная литература, и больше всего я предпочитаю именно отечественную классику почему-то. Из любимых авторов у меня Достоевский и Федор Михайлович. Встречи читательского объединения любителей книг «Секрет Бук» будут проходить два раза в месяц по субботам. Следующее собрание клуба состоится 9 октября в 16 часов. Тема встречи – последняя прочитанная книга. Мероприятие для лиц старше 14 лет. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин